Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях главный врач Ленинской районной клинической больницы Бутай Бутаев и заместитель главного врача Елена Зинатулина. Добрый вечер! Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, житель Ленинской городской больницы. Так, ну, основная тема, актуальная на сегодняшний день, это вакцинация от COVID-19. Но я хотела бы наш разговор начать с ситуации, вообще ситуации с коронавирусом в Ленинском городском округе. Бутай Годарыч, расскажите, пожалуйста. Ну, да, ситуация у нас, мы уже и на предыдущем эфире это подчеркивали, и еженедельно, значит, на совещании с главой нашего городского округа мы предоставляем данные, где в динамике мы видим, что с декабря месяца у нас практически не меняется ситуация по вновь заболевшим жителям нашего городского округа. Вот, если говорить о прошлой неделе, это порядка 439 наших жителей, значит, заболели этой коронавирусной инфекцией. То есть, это такая цифра, она держится, ну, практически вот уже 5 месяцев, чуть больше не снижается. Значит, общее количество наших жителей, которые заразились, это почти 4,5 тысяч человек. Да, есть и выздоровевшие, но, однако, значит, у нас на данный момент идет рост тех пациентов, жителей, которых мы наблюдаем на дому в целом и по стационару. В данный момент это порядка 4,5 тысяч. Всегда у нас в стационаре цифра практически не меняется. Это 30% от всех прибывающих на лечении в стационаре нашем, в ковидной зоне, это 30% наших жителей. Поэтому в данный момент у нас порядка, ну, около 400 человек находится в стационаре. Значит, ну, можно вычислить, посмотреть, сколько у наших жителей. Поэтому эта цифра достаточно высокая, эта высокая цифра, она еще и тянет за собой все остальные ситуации, всю остальную нагрузку. Поэтому ситуация, она не идет на ослабление, она стабильно неприятная. То есть некоторые называют вообще наш округ красной зоной, то есть так ли это? Ну, так и есть, так и есть, да. Да, мы в таком рейтинге, скажем так, в новых случаях, появившихся коронавирусов, мы находимся в тройке, это практически долгое время. Да, здесь можно искать разные причины этого, но, с другой стороны, статистика, сухая статистика, она такая есть. А то, что принимают, да, то есть пациентов из разных областей в наш стационар? Если мы говорим про стационар, да. У нас стационар, он многопрофильный, он многопрофильный, который работает не только на наш округ, и не только на наше южное направление. Он работает на всю Московскую область. Вот, и поэтому к нам везут со всех остальных районов Московской области, где-то ежедневные наши переписки с главными врачами, которые просят, чтобы мы взяли этих пациентов, потому что надеются на то, что, или верят в то, что мы вылечим этих пациентов, мы их берем. Особенно это коморбидные пациенты, у которых есть сопутствующие заболевания, те направления, которые мы перекрываем нашим стационаром. Поэтому востребованность высокая нашего стационара, но для наших жителей достаточно всегда есть возможность туда беспрепятственно попасть. И, ну, может быть, мы в дальнейшем коснемся этой темы. Мы пересмотрели работу и взаимодействие амбулаторного звена и стационара, что позволяет нам беспрепятственно в кратчайшие сроки, не экспериментируя, сразу пациенты из амбулаторного звена госпитализировать в стационар. И хочу это подчеркнуть, то, что, значит, вот мы недавно подавали, у нас была презентация на всю Московскую область по смертности. И хочется отметить, вот это взаимодействие, оно приводит к тому, что с начала года по сегодняшний день у нас смертность на дому от ковида ноль. Ну, при этом, значит, в стационаре все-таки пациенты есть и под наблюдением тоже есть. В продолжении темы я предлагаю посмотреть сюжет моих коллег именно из стационара, то есть как работают врачи, потому что пресс-служба в РКП присылает очень много информации. Вот давайте посмотрим. Пенсионерке Тамаре Федоровне Макаровой 74 года с самого начала пандемии. К рекомендациям врачей она относилась очень серьезно. Я соблюдала все правила. В период пандемии я сидела дома на самоизоляции. Полтора года никуда не выходила. Где именно она заразилась, Тамара Федоровна сказать наверняка не может. Когда температура поднялась за 40, ее привезли в стационар. В течение нескольких дней за ней наблюдали медики, сделали две компьютерных томографии легких. Обе, как говорят врачи, чистые. Она уже было собиралась домой, но пришел тест ПЦР положительный. Потом у меня поднялась высокая температура, которая не снижалась. Дня 3-4. Потом меня поместили в реанимацию. В реанимации я была 10 дней. Все эти дни Тамара Федоровна провела подключенная к аппарату ИВЛ. Врачи следили за ее состоянием и сделали все возможное, чтобы пенсионерка выздоровела. Вспоминая это время, женщина не может сдержать слез. Конечно, мне было очень тяжело. Вот, но низкий патрон врача, всем, всему вам, служащему персоналу, все ко мне. До победы над коронавирусной инфекцией еще далеко, и врачи не устают предупреждать. Необходимо и сейчас соблюдать все меры предосторожности. В общественных местах носить перчатки и маску, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Но лучший способ обезопасить себя и своих близких – прививка от ковид. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Вот, Айгадарович, возраст вообще вот сейчас, как считается? То есть, когда только начиналась эта ситуация с ковидом, 65 плюс были в зоне риска. Сейчас вы как наблюдаете? Каких пациентов больше? То есть, действительно ли ковид молодеет? Действительно, так. Несмотря на то, что у нас постоянно меняются методические рекомендации от Минздрава России, которые увеличивают спектр применения препаратов лечебных, и манипуляций, и действий, которые адаптированы под нынешнее время, мы отмечаем, в частности, в стационаре, именно то, что ковид молодеет. Ну, если говорить про сухие статистические цифры, это порядка, значит, это пациенты от 28-30 лет до 40-43. Это именно, и причем это такой контингент, который действительно очень тяжело, тяжело болеет и тяжело, значит, переносит эту инфекцию. Здесь можно искать разные факторы, можно додумывать и так далее, но уж точно ослабляться нельзя, потому что, ну, у нас, как обычно, это бывает, там, молодые люди никогда не верят в то, что они могут не перенести это заболевание, ну, что это такое похожее на грипп и так далее, ничего подобного. Ковид, вот всегда говорил, говорю и буду говорить, это очень коварное заболевание, коварное заболевание, которое может в считанные минуты просто перевести в крайне тяжелое состояние человека, поэтому вот эта вот бравада молодого населения, которое сейчас есть, она неуместна, она необоснованна. Поэтому мы это видим, они тяжело это переносят, тяжело их выводить из этого состояния, ну, соответственно, к сожалению, есть летальный исход. То есть даже есть случаи, когда не было, например, у молодых людей никаких хронических заболеваний? Совершенно верно. То есть, если мы раньше говорили о том, что есть определенные заболевания, которые создают такой тяжелый фон для течения этого заболевания, то сейчас мы видим то, что даже, ну, с видом молодой крепкий человек с отдающим заболеванием просто может угасать, как свеча, да. Поэтому здесь надо относиться к этому очень серьезно, очень серьезно. Скажите, пожалуйста, а дети вообще болеют ковидом? Дети тоже болеют, да. Первое проявление, если я не ошибаюсь, у нас было, по-моему, осенью в октябре, когда у нас мы отмечали первые случаи заболевания ковидом. Но это была какая-то такая волнообразная ситуация. Также вот мы ввели работу и с образованием, и с Роспотребнадзором, для того, чтобы как-то уменьшить риски заражения этих наших ребят, которые ходят в школу и так далее. И хочу отметить то, что все правильно к этому отнеслись, все отреагировали, создали некие мероприятия для того, чтобы это уменьшить. Сейчас, да, потом было некое такое затишье, да. А сейчас вот именно мы видим детишек, что опять они болеют. Ну, сложно сейчас сказать о том, в каком виде, в тяжелом или нет. Наша стационарная не подразумевает пребывание деток с ковидной инфекцией. Спасибо большое за информацию. Сейчас переходим к основной теме. То есть, я понимаю, выход из этой ситуации возможен только благодаря массовой вакцинации населения. Так ли это? Конечно, так. Именно так, да. Ну, говорит, потому что очень актуально и очень необходимо сделать, потому что, как говорится, смертность все равно от ковида растет. И очень большой фактор риска сердечно-сосудистых, именно развития заболеваний сердечно-сосудистой системы после ковида возрастает. Вот даже если говорить, мы как бы сейчас уже тоже начинаем анализировать с нашими докторами, с нашими терапевтами, именно анализ проводить смертности пациентов, которые умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, переносили ли эти пациенты именно ковид-инфекциям, потому что идет рост именно этой смертности, и как и факторы поздних осложнений ковид-инфекции, потому что тромбозы, инфаркты, инсульты приводят именно после ковида к поражениям и развитию, конечно, вот этих смертельных случаев. В нашем Ленинском городском округе тоже смертность растет, к сожалению, растет. И уже за эти пять месяцев у нас вот 200, более 200 человек, ну, можно так уже говорить про эту статистику, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, и от инсультов умерли, там 33 человека из них, это основная категория граждан, это 65+. Поэтому, действительно, как будто я даже сказала, очень коварные, очень нехорошие заболевания, которые приводят и к смертности, и к развитию других хронических заболеваний. Выявляется и сахарный диабет. Вроде бы пациент совершенно здоровый, все, значит, заболел ковид-инфекцией, перенес ковид-инфекцию, а через пару месяцев доктора видят, что выявляется у него повышенный сахар в крови и устанавливается сахарный диабет. Поэтому один из методов, только методов, который может остановить и приостановить развитие этой коронавирусной инфекции, только вакцинация, только иммунопрофилактика. Вот говоря об иммунопрофилактике, чтобы мы достигли, в конце концов, остановления этой инфекции, нужно, чтобы 60% нашего населения привилось. В мире сегодня, если говорить так, по статистике, людям рассказывать, что в мире у нас привилось 433 миллиона человек. Наибольшее количество привитых у нас вакцинированных – это Израиль, 75% населения, Великобритания. Но, к сожалению, Российская Федерация пока дает всего 8, около 9%. Это очень мало, очень низко. Это говорит о том, что иммунитета коллективного нет. То есть это будет также, вирус передается воздушно-капельным путем, то есть это опять будут какие-то очки, опять подъемы заболеваемости, какое-то спадение заболеваемости, пока мы не привьем это население. Поэтому нужные мероприятия. А у нас в муниципалитете есть какая-то статистика? Конечно. В Московской области, по сегодняшним уже данным, мы привили в Московской области 1 миллион человек, а у нас в Ленинском городском округе на сегодняшний день уже 18 660 человек. Ну, где-то в среднем день у нас где-то прививаются 150-170 человек. Для этого, конечно, мы развернули достаточно, считай, много пунктов вакцинации. Это у нас и в трех поликлиниках, и в амбулаториях уже даже сейчас прививают, и в торговых центрах, в 7 торговых центрах, в которые выставлен график, куда могут жители прийти и привиться. Кроме этого, были организованы выезды в СНТ, в дачные поселки, куда прибывают сейчас наши жители, выезжают. И с этой недели, вот с понедельника, мы организовали выезды в придворовые территории, в густонаселенные территории, чтобы жителям было удобно прийти к машине, привиться, не надо ни в поликлинику идти, ни записываться, особенно в тех же жилых комплексах, где нет у нас амбулатории или поликлиник. Это у нас и Прикород лесное, это у нас и Боброво, деревня Боброво, это Восточная Ботово, и Государев дом, где у нас пока еще нет амбулатории, поликлиники. Но хочется отметить, что в действительности жители идут туда на вакцинацию, и нас это, конечно, радует, потому что и медики наши уже устали бороться с коронавирусной инфекцией, и понимают, какие осложнения идут, тяжелые осложнения. Поэтому тоже желают, чтобы все медицинское сообщество, чтобы побыстрее справиться с этой коронавирусной инфекцией. В наличии сейчас мы имеем два вида вакцин, значит, это гамма-спутник COVID-19 и эпивак-корона. Да, у нас было небольшое количество поступлений дозы COVID-19, мы эту информацию дали, мы ее все израсходовали, так скажем. Пока поступление не ожидается, потому что много вопросов задаются по этому поводу. Но, в принципе, говорить о эффективности и безопасности вакцин, то уже о спутнике вакцины гамма-ковид-вак, можно спокойно говорить, что она безопасна, потому что практически более 16 тысяч, вот из этих цифр 18 тысяч, которые мы сказали, более 16 тысяч это привито именно этой вакциной. Тяжелых осложнений после вакцинации не было, мы не замечали. В некоторых случаях может быть легкое недомогание, да, при вакцинации, там, небольшое повышение температуры, там, первые сутки, там, двое суток, вот, и небольшая болезненность в месте укола все-таки. Я могу добавить то, что вот мы своим примером, значит, я, Елена Валентина, еще наш замкованного врача, очмет, мы все привились, несмотря на то, что мы переболели в прошлом году, и мы все привились именно в спутник ВИИ. Да, здесь можно, как бы, углубляться и смотреть, где, какая лучшая вакцина, да, и мы, в принципе, так и стараемся делать, потому что есть определенные показания для введения спутника или противопоказания, да, и ПИВАКа, и КВИВАКа. А можно какие противопоказания? Здесь надо сугубо индивидуально, да, потому что это одним словом не скажешь, потому что здесь надо предусматривать на то, какое течение заболевания, какие есть, если это хроническое заболевание, значит, оно имеет периоды обострения, насколько часто это бывает, периоды обострения. Безусловно, вся эта привычная кампания, она делается именно в период ремиссии, и поэтому надо здесь, поэтому не зря мы всегда всем нашим пациентам говорим, что должна быть четкая консультация врача и потом только уже проведение вакцинирования. То есть, соответственно, здесь надо смотреть, какую именно, да, то есть синдетическую, либо еще живую, ну и так далее, детородный имеет возраст человек или нет. Это такое очень тонкое дело. Получается, после болезни, на вашем примере, недостаточный был уровень антител, да, что вы решили все-таки пройти к цинамцу. Да, ковид-инфекция не дает стойкого иммунность. Давайте я на себе пример скажу. Я в мае переболел, у меня достаточно высокий был титр антител, значит, под Новый год у меня было 47, да, Левантин. И сдавая анализы в апреле, я увидел, что у меня все в норме. То есть, упало до нуля. Да, соответственно, все те люди, которые переболели хоть раз, уж точно они не хотят идти на второй раз, это испытать. Да, поэтому это первый контингент этих людей, которые идут на вакцинацию. Потому что это перенести еще никто не хочет. Поэтому, и тем более, что мы все равно контактируем с этими пациентами, мы не скрываемся и не прячемся, мы заходим в красную зону. На прошлой неделе мы с Ильейной Валентиной вместе прошлись в красной зоне. И поэтому мы должны быть открыты и все время мобильны. Поэтому, и это все, кстати, и я бы еще хотел добавить по поводу способов избежания ковида, это, безусловно, еще соблюдение всех этих мер. Это наношение масок, перчаток. То есть, все это остается, да? Конечно, даже вот мы, привившись, все равно мы ходим в масках. Все равно мы ходим в масках. Вот я лично хожу в магазин, в общественное место, я ношу маску. Несмотря на то, что я привив. Особенно вот очень важен момент, когда мы делаем первую вакцинацию, и нам должно пройти 21 день до второй вакцинации. Вот этот период достаточно такой, очень серьезный, чтобы пациенты соблюдали вот этот противопедемический режим маски на селе. Потому что некоторые есть такие случаи, когда могут заразиться именно в этот период. Потому что антител после первой вакцинации их нет, они еще не образуются. Они в лучшем случае образуются после второй вакцинации через день 14. Это начинается образовываться, титры этих антител. Да, ну и как бы ты уже сказала, заболевание само ковид, оно иммунитет не дает стойки. К сожалению, антитела не стойки. Это не ветряная оспа, перенес их на всю жизнь. Это вот такая вот инфекция. Ну это по аналогии, как вакцина от гриппа, да, ежегодно варяет. Вот мы говорили на одном из эфиров, мы говорили о том, что мы провели свою аналитику. Все те, которые были привиты даже вакциной от гриппа, они их практически не коснулся этой ситуации. Или там отложилось на долгое время. Поэтому и все равно вот эту вакцинацию от гриппа и от ковид надо бы делать. У нас звонок в студию. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Георгиевна Саратовского. Я руководитель православного центра помощи женщинам и детям, которые у нас находятся в стационарном плане. Дело в том, что мы находимся в поселке Измайлова, Ленинского района Московской области. И мы относимся к амбулатории, которая расположена в поселке Измайлова. Мне хотелось бы выразить сотрудную благодарность Китре Логутиной, Надежды Валентиновне, которая работает в этой амбулатории, которая всегда, по любому поводу, тогда бы ей не созвонила. Она, несмотря на то, что рабочая или нерабочая, где она приходит и оказывает помощь. Вот это я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что так оценивают труд медицинских работников. Это очень важно для медиков в поддержании их эмоционального, потому что, действительно, немножко приустал. Коллектив все-таки, это уже идет второй год. Поэтому мы очень благодарим, которые пациенты так тепло отзываются за наших сотрудников. Да, мы действительно это чувствуем. На самом деле, я был удивлен вот этому продолжению разговора, потому что это благодарность. Мы действительно это чувствуем. Много благодарности, наверное, пациенту. Да, если благодарность, да, есть некая такая настороженность или беспокойство наших пациентов, жителей и так далее. Ну, кому-то там пришел врач не через час, а через два, через три. Ну, все медики работают с колоссальной нагрузкой, с колоссальной. Это амбулаторное звено, стационарное звено. И те люди, которым оказывают помощь, если они сквозь вот это видят действительно желание быть в помощь людям. Спасибо им тоже за нашу оценку. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте вернемся все-таки к нашей теме вакцинации. Все-таки многие боятся именно побочных эффектов от прививки, вот после прививки. Например, как быть с той же температурой? В основном, конечно, поднимается температура, да, у людей? Не у всех. Не у всех, да? Абсолютно нет. Ну, вот у нас, вот Айгадарыч, у меня не поднялась температура. Першение было в горле. Першение было в горле. Першение было в горле. Ну, отреагировало на введение вакцины. Все-таки вводится антиген иммунный. Поэтому это хорошо. То есть отрабатывает иммунитет сразу начал работать. И начинаются, в общем-то, иммунные процессы происходить в организме. Но если температура все-таки выше 38, какая-то ломота, слабость, да, такой интоксикационный больше синдром, применяются обычные жаропонижающие препараты, барацетамол или, там, так скажем, мистероидный противоспалитин, там, норофен, эмпрофен, и снижается температура. Кроме этого, ну, говоря таких, те рекомендации возовские, которые нам дают методические по ковиду, там с противопоказанием к вакцинации являются, естественно, это обострение этих хронических заболеваний, это возраст до 18 лет. Пока вакцина у нас с 18 лет, до 18 лет не прививаются детишки, это беременные женщины, вот, беременные кормящие мамы, и, значит, это пациенты с обострением хронических заболеваний и в период острых респираторных вирусных инфекций, естественно, температуры, какие-то першения в горле, кашля, ну, естественно, пока медотвод. Как только медотвод проходит, мы продолжаем вакцинироваться. Но при этом есть, я извиняюсь, есть такие случаи, когда действительно, значит, люди, которых привили, значит, они, да, их это не может уберечь от того же самого РВИ, там, и так далее, да. Но в любом случае все вот эти вирусные заболевания, они протекают уже в более легкой форме, независимо от коморбидности, независимо от возраста и так далее. Вот, ну, еще раз повторюсь, вот то, что у нас было сделано для наших жителей, если мы вдруг видим, что человек пожилой, и у него положительный тест, мы не думаем, берем его, значит, на обследование на КТ, если мы видим изменения на КТ, мы тут же его кладем, потому что здесь, в этой ситуации, проще бороться на начале заболеваний, чем на пике. Это сохранит жизнь, особенно нашим дорогим пожилым жителям. Прививаются только сейчас двухфазные вакцины, а будет ли вообще, ну, то есть, чтобы... Пока у нас двухфазная вакцина, то есть она... А и вообще есть, которая, например, только однафазная вакцина? Однофазной вакцины не было, даже КВИВА, которая поступала в очень маленьких количествах, и как-то так очень население отреагировало, у него там, она тоже двухфазная, но перерыв между первой и второй фазой 14 дней. Здесь 21, здесь 14 дней. Вот, поэтому тут говорить о том, что нужно там проводить перед прививкой обследование на ИФА, там, да, определение антител, мы, конечно, не запрещаем жителям, у нас открыто расписание, пожалуйста, приходите, но в рекомендациях не является это основным требованием, чтобы провести ему на профилактику. То есть, по желанию, пожалуйста, пациент может прийти, сделать ИФА и посмотреть... Я бы здесь добавил два слова, да, вот мы, значит, проводим периодические осмотры всех наших, диспансеризации у всех наших сотрудников, и, значит, вот недавно проводили диспансеризацию у всех сотрудников именно красной зоны. Значит, поэтапно они все прошли по расписанию, мы брали у них ИФА, и, значит, везде разные идут рекомендации, в частности, если там верхняя граница это 10, да, значит, то вот общаясь там с референтами и лабораториями, они все говорят о том, что как только цифра доходит до 60, она очень быстро падает. Поэтому, значит, вот в идеале, конечно, ориентироваться не на верхнюю границу в нормах этого анализа, а именно на то, как эта жизнь показала. Но мы для себя поставили границу 30, то есть это тогда, когда будет стремительное падение, когда даже не успеет человек отреагировать или там не пройдет время вот между этими первой и второй фазой. Поэтому ниже 30, значит, мы всех наших сотрудников, все они проявили соосознанно, значит, с желанием там и так далее, потому что, ну, это я уже еще раз подчеркиваю, то, что те люди, которые находятся на передовой, они все, вот, имея вот этот свой профессионализм, они вот все, что угодно будут делать, лишь бы быть в строю и быть полезным для наших жителей. Так, к нам в студию поступают вопросы от телезрителей и благодарности. Вот еще Татьяна Прокофьевна Уварова лечилась от ковида в отделении кардиологии. Она выражает огромную благодарность врачам отделения за их работу. Спасибо. Так, Николай Борисович, интересуется, сколько человек за последние 5 месяцев скончалось? Вот информация. Мы назвали ее в начале эфира? Ну, смотря от чего, значит, почему вы немножко замерзлись, да, потому что у нас есть такие ситуации, когда, например, человек, когда исключительно от ковида умирает, либо он, условно говоря, страдает инсультом, его привезли с инсультом, он, значит, в принципе, укладывается в картину, которая была и до ковида, и, значит, течение вот такого рода заболевания, оно приведет к летальному исходу, но при этом у него есть положительный ковид. Поэтому здесь идет вот очень такая стойкая дифференцировка, дифференцирование. Поэтому мы не стараемся все это уложить в кучу, и Минздрав именно у нас на это настроен. Никто не скрывает ничего, но правильное отношение и аналитика, проведенная правильно по заболеваниям, она должна быть. Если говорить исключительно от ковида, то есть это пневмония от ковида, то это порядка там у нас... Это не все. Вообще у нас мы недавно буквально была презентация, мы делали по смертности, да, и она ниже, чем областная и московская, несмотря на то, что у нас такой многопрофильный стационар, у нас там было порядка, по-моему, 11 тысяч рублей процентов, да? Это общая смертность, летальность. А если только от ковида, то вот у нас там порядка, ну, около 200 человек именно от ковида, при условии, что мы за год пролечили 12 тысяч человек. Валерия интересуется, от чего зависит выбор конкретной вакцины для прививки? То есть одинаковая во всех, например, пунктах? Можно я так скажу, значит, да, вот если говорить о том же самом выборе к той вакцине, к которой мы привились, да, это может быть такое вот банальное отношение к этому, но оно верное. То есть, значит, да, мы могли бы выждать или там где-то выцарапать, по-другому не скажешь, какую-то особенную вакцину, мы привились именно с путником ВИ, потому что это достаточно перед нами, у нас колоссальный опыт введения этой вакцины. То есть вот мы сейчас озвучивали цифру 18 тысяч, на тот момент это было там 14 тысяч, и практически ни одного, значит, осложнения. Поэтому надо ли ждать что-то, чего-то неизвестного, когда есть уже, значит, достаточно большой опыт использования этого. Да, есть нюансы. Вот поэтому для того, чтобы эти нюансы определить, кому какую, это должна быть полноценная консультация врача. Татьяна Михайловна спрашивает, если она сделает прививку спутником ВИИ, исключена ли возможность заразить домашних? Ну, когда делать дома, в общем-то, когда делает пациент, так скажем, прививку, конечно, заразить он окружающих не может. То есть он не инфицирован? Ну, не инфицирован. Единственное, ему самому надо соблюдать все равно мероприятие, как мы сказали, про эпидемические маску носить, потому что этот период с первой до второй вакцинации, он достаточно такой, немножечко такой опасный, что можно еще подцепить эту инфекцию. Потому что антитела нет. После второй вакцинации еще две недели, как минимум. Тоже еще, да? Как минимум, да. Пока не начнут образоваться антитела. Это все условные сроки, в течение которых именно вырабатывается антитела. Это не то, чтобы, вот, ты сегодня на 21-й день привился, и все, можно с открытым потом бегать. Так у нас остается немного эфирного времени, и еще одна тема, которую мы бы хотели обсудить, да, озвучить. Это диспансеризация. И диспансеризация, в частности, людей, перенесших COVID-19. Да. Так ли это, да? Да, это действительно. То есть сейчас есть такое. Ну, значит, диспансеризация у нас, конечно, проходит не первый год, да? Она уже идет у нас уже ежегодно, и мы, жители, очень созываем тоже пройти эту диспансеризацию. Но, вот, хочется отметить, что пока у нас очень низкая активность города на диспансеризацию. Как-то те годы, вот, по анализу, они, наши жители, больше шли. В этом году, вот, мы вот буквально ждем на днях приказ Минздрава Российской Федерации, который расширит спектр обследования наших пациентов. И вот добавится диспансеризация пациентов, перенесших ковидную инфекцию. Это новый вид такой, скажем, диспансеризации для таких пациентов. Что будет сюда включать этот этап диспансеризации? Значит, пациенты, перенесшие ковидную инфекцию, будут обязательно проходить на первом этапе пульсоксиметрию, спирометрию. Те, кто перенесли среднюю тяжелую степень течения, будут проходить биохимический анализ с исследованием С-реактивного белка. Это, значит, печеночных ферментов, креатинина, мочевина, додимера крови. То есть в первый этап диспансеризации до этого этого вообще не было. Также будет обследование, значит, рентгенографии или КТ легких. И уже по результатам первого этапа будут пациенты при необходимости направляться на второй этап, где будут делаться УЗИ вен нижних конечностей и эхо сердца. Почему это делается? Потому что, как мы уже говорили, что ковид при поздних осложнениях вызывает нарушение ритма, эти аритмии, мерцательной аритмии. До тромбообразования. Да, до тромбообразования. И поэтому очень призываем, чтобы наши жители прошли диспансеризацию. Очень нужно и важно. Потому что мы уже с этой недели начинаем именно, уже приступили, хоть приказ только выйдет вот на днях, как мы ждем его, но мы уже с этой недели приступили именно к такому расширенному спектру обследования. И общий анализ крови будет развернут и будет уже ходить в первый этап диспансеризации. Запись открыта везде. То есть наша материально-техническая база больницы позволяет все эти обследования сделать спокойно. То есть и первого, и второго этапа, и терапевтам отдельная запись на диспансеризацию. Она открыта и как через наш школу-центр можно записаться, через портал госуслуг. В общем-то это очень нужно. Кроме того, говоря о диспансеризации, вот за 2021 год мы уже выявили сейчас при диспансеризации 40 человек, болеющих сахарным диабетом, впервые выявили сахарный диабет. 29 человек, впервые выявленная онкология. Из них вот 7 человек с раком легких. То есть это много. То есть мы все равно считаем, для нас вот много таких показателей. 8 человек с раком молочной железы. Очень, конечно, радует, что выявляется все-таки на первой-второй стадии. Вот при... Это самое главное, что ранее, чтобы была выявляемость. Поэтому... У нас на самом деле для того, чтобы проводить диспансеризацию жителям сельских поселений, значит, даже организован трансфер, да, то есть, значит, собираются они, либо этих жителей собирают, которые заранее записаны, привозят наши южные поли... Сейчас у нас там все это происходит, южная поликлиника, проводят диспансеризацию и обратно развозят. Это такой момент. Ну, еще плюс, что касается онкологической помощи, мы уже тоже затрагивали этот вопрос. Это здесь достаточно серьезная работа, и вниманию уделяется онкологической помощи со стороны и Минздрава и правительства Московской области. Это у нас регулярные, скажем так, ВКС, там, два раза в неделю, то это больше, чем все остальные. И контроль этой работы. И чтобы как раз-таки не терять сроки и время, значит, как только с того момента, как выявили это заболевание. Во-первых, высокая должна быть готовность к выявлению, ну, и, соответственно, чтобы было понятное, понятные действия именно для этих пациентов, чтобы они тут же получали помощь, чтобы не успевали переходить в более тяжелую стадию заболевания. Елена Валентиновна, я хотела уточнить по поводу диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции. Через какой период пациент может прийти? Можно сразу. Сразу уже будем проходить. Если вот поставим, в общем-то, сказать, так же, скажем, диагноз перенесенной уже ковид-инфекции, мы этих берем на диспансеризацию. Вся возрастная категория. То есть не говорим, там, какие-то определенные возрастные группы. Все возрастные группы проходят эту диспансеризацию. Да, у нас вот в отделении профилактики там диспансеризация от этих 65+, потому что они более подвержены, да, категории риска. Это вот за два часа. Очень, кстати, жители сельских поселений остались довольны, когда приезжали, потому что это очень удобно, когда приезжаешь, и в одном месте это все проходишь. И мало того, что, опять же, по нашим жителям, так как в первый этап не ходили консультации, допустим, врача-невролога, врача-хирурга, по их просьбе, когда они стали приезжать на диспансеризацию, мы организовали в этот же первый этап этих узких специалистов на этой базе Южной поликлиники. Я бы хотел два слова добавить, что транспортировка этих пациентов активно участвует в Центр ВЕРО. Да, они действительно большие молодцы. Все организовывают, всех аккумулируют, собирают, привозят, отвозят. Ну, это очень удобно, действительно, это все в интересах здоровья наших жителей. Конечно. В Южной поликлинике целое отделение, да? Да, целое отделение. А в нашей поликлинике? В нашей поликлинике, значит, в нашей поликлинике будет 5-го числа, 5-го июня проводится новый такой проект, проект «День семейного здоровья», когда к нам придут… По инициативе губернатора. По инициативе, да, губернатора, да, Андрею Юрьевичу, будут приходить семья, то есть приглашаться будет семья, это семья с детьми и взрослые. Детки будут проходить профосмотр несовершеннолетних, так называемых, детских наших специалистов, согласно возрастной категории, с ними поиграют аниматоры, а потом взрослые пройдут диспансеризацию взрослого населения. Но, опять же, также будет организовано возрастной поликлиники, то, что уходит пока в первый этап, это взять анализов, смотровой для женщин кабинет, там ЭКГ, плюс флюорографию они сделают, и, в общем-то, проконсультируют врач-участковый терапевт. И даст уже какое-то заключение. По завершению этого диспансеризации они получат паспорт семейного здоровья. Вот, в общем-то, такой вот новый проект. Поэтому в нашей поликлинике тоже проводится диспансеризация, и для 65, плюс для взрослых тоже проводится по субботам, и открыта запись на них. Поэтому мы очень призываем пройти диспансеризацию, потому что это очень важно, нужно. — Бутай Гайдарович, Елена Валентиновна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, ответили на вопросы телезрителей, рассказали очень полезную информацию. А у нас на этом все. Всего доброго. До свидания. До свидания.